в жопу интро приступим да ну нахрен опять зайчики и лежите не баня всем здорово народ прохожу надо прохождаем проходить короче как обычно зайчиков так от всей этой чехарды голова стала тяжелее и так и норовила упасть в числовую вязь господи сейчас я немножко разговорюсь а то весь день возился с этими бумажками на практике что молча-молча такой шесть что скоро разговаривать разучусь так веком словно подвесили маленькие гири те что кладут на весы в продуктовом магазине о галюли пошли а запись идет запись идет отлично так стоило мне стать и захлопнуть читать как вспомнилось о прожитом дне сумматошно рассказали заскакали перед глазами так вот снова я посреди душных школьных коридоров отсюда виден кабинет литературы лица мертвых классиков классиков что это такое ладно хрен с ним не судил так на портретах строгая и царственная поза классно руководитель лица и липы паловна или паловны так а затем углом ждет не дождется ее ненаглядная дочка катя я беда и сплетница а вот это вот что ли что те надо чего тебе кать тут прям крыса мне будут вообще не нравится она закачалась на носочках спрятав за спиной руки из фальшивой улыбкой поинтересовалась скажи пожалуйста а чего это тебя к нам перевели да чтоб твои сиськи полопал может быть я сказал бы правду полине ну качка продаж мою правду на рынке за три копейки то же самое что распечатать мои мысли на принтере и повесить рядом с фотографией вову чтобы все читали я вновь обратился заученному ответ за моих родителей у папы тут новая работа а мама мама но катя даже не думала меня слушать метнулась к новостренным ушам подружек зашептала сейчас на меня и хихихи да да конечно конечно а чуть я не дать учета все претензии в письменном виде и девушек у нас тут совсем за дурачков держит тебя конкретно я вот слыхала что это все из-за его отца уши почесть недавно кому-то крутому дорогу перешел и теперь они всей своей семейкой в нашем захолустье скрывается ну еще тебе такое дело неправда ты все врешь просто так стукнул кто это каким надо быть уродом чтобы в первый же день так над одноклассником измываться ну кто там какой урод умывается на тазу классиками придем с ними разберемся прекрати ты же знаешь он первый начал а а мы что ли и будто этого мало этого доходя как много ходит слухи что он спутался с ворюгами из шайки ромки пяти фана и чушь этого девочки сумки проверяйте отчетом придать его будут глядев гардеробе вещи начнут пропадать смысл прожить тысяч с нами на меня нам намекаешь этих конкретно не понял да 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 полетезом на кушке смолчи заткнись давай тоже пропишем оздоровительных вещей вон как раскричался то вот и ужаленный а зрачки то драчки такие широкие все завидуешь опять чего доброго скатушек слетит и руки распускать начнет не зря же его мать таблетками пить какими таблетками я замер смятение безуспешно пытаюсь понять откуда она знает про лекарства и что пугало сильнее вдруг ее болтовне кроется ужасная правда манда как и его сестрица и все хренело сумасшедшие дурочки каждую ночь прилетает собор роста с человека так я случайно а если прилетает точно тогда и тут среди ухумыляющейся толпы я поймал единственный сочувствующий взгляд это правда антон тут правда антон и это на все неужели действительно тебе не здоровится полина послушай меня как же как же не слушает работу на полиночка ты еще не знаешь он тебя на другую променял не из нашей школы ходят экстрасенска экстрасенс в будущее да я смотрю видишь прям на а ли су ммм вот а говоришь что только одна одна сова увидела а ты видела лису то что тебе тоже крыша едет так что нам не надо тут ля-ля алина согнулась будто ее пнули в живот а потом залилась слезами и тонко и истерично плача рухнула на грязный пол же месяц мы пошли леча так дешево как-то выглядит ничего не понимаю я бросился к полине но катя грубо оттолкнула меня убери от нее свои лапы чудовище ухту к расти тут-ка вот пеленой страха зрела ярость медленно всплывая из глупящегося мрака я почувствовал как моя верхняя губа пол все-таки тесном оголяя зубы то что твой отец бьет мать еще не дает тебе право поднимать руку на девушку мы феминисты у нас нету пола ну феминиста чисто в теории нету пола всем равно так что нам можно поднимать кулаки стали кувалдами не рожать никто не смеет говорить такое про мою семью я опомнился дал когда уже кинулся на злобную качку чё тут же толпа школьников вокруг нее зашумела разразилась свистом и гневным рывком а чё за ё-моё ёпских такими адукастикам тоже пушек шлетел и стал расти субтильные фигурки учеников увеличивались ширились тянулись вверх все выше и выше под самый потолок превращаясь в огромный черный лес в кишащий оскаленными мордами господи я сжался до пушистого комочка затрялся перед могущим и срытых лязвами скволов не то людей не то деревьев вот ты и показал своё животное нутро а ты чё ты его уже давно показала ДРУС крыса Катя на лицо обезображено ликованием и восторгом Ох, веселое начало серии у нас, это прям пипец она нам конфетку дала заливая, заливалась с лизами, несчастная Полина он кто он? животное слуш ты, крыша несчастная а, какие-то покрыться в своем немызде Ля, как она меня бесит, можно её убить? из леса поднеслось пугающее хлопание крыльев два огромных белых уха спустились откуда-то сверху я с головой запрылся в них Стоп! Пожалуйста! Давай! я подскочил, чуть не упав с кровати оказалось, я несколько часов метался по мокрой от пота постели Олин крик вырвал, вызвал ищу почти с кошмара Стоп! Пожалуйста! Вставай! 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 Я не сразу разглядел её силуэт у окна голос Оли был глухим после драки у меня звенело в голове звук искажался, будто уши закупорили ватой схлипывая, расстроенная, как никогда прежде сестрёнка повторяла и повторяла Сова! Сова! Где? Пожалуйста! Почему это не слышат родители? Я боюсь! Я боюсь! Не бойся, у нас травмат есть Её слезы кипятком ошпаривали мне сердце Но! Признаться, я почти благодарил Саву за визит за то, что напуганная Оля разбудила неё Оля, я сейчас! Хочешь, я тебе Мурзилку почитаю? Что такое Мурзилку? Вот это вот интересно стало Мурзилка, советский и российский ежемесячный детский литературно-художественный журнал издаваемый с 1924 года Масктом, журнала Выступает неведомый Желтый зверёк в красной берете И с шарфом В журнале Начинали свои творческие пути такие писатели, как Самуил Маршак и Агни Амбарто Кстати, хорошие писатели Минуточку Я опустил босые пятки на холодный пол Пошарил в поисках очков А я пошарил в поисках тапочек И косячка Вспомнил Семёна Его подлый поступок И горестно вздохнул Антон Пожалуйста Пожалуйста Я спал с кровати Зрение обманывала То приближая ко мне окно То отдаляя Сестра Что там Что-то случилось Ты хочешь, чтобы я открыл шторы? Нет! Не надо! Там же Там же Сова А ты что за шторкой стоишь-то? Голос занесился из-за моей спины Я опернулся И Оцепенел от ужаса Анда, я же сказал, ты не Оля В дверном проёме В дверном проёме Стояла Зарёванная Оля С кем ты разговаривал, братик? А разве не с тобой? А против плечи Она таращилась на меня Красными от слёз тазами Спрашивала Но будто боялась услышать ответ Я разговаривал с тобой С тем, кто притворился тобой За окном Угрожающе скрипнуло Карниз Словно на нём сидел тот Тяжёлый А то, что Выдавало себя за Олю Начало расползаться Менять свои очертания Увеличиваться в свете Ненасытной луны До пугающих размеров Пожалуйста Подойди ко мне Ща обиду возьму или нож для самообороны Подойду Голос больше не принадлежал сестре Тому, кто прятался за шторой Надоело Притворяться Вводить меня за нос Я больше Ущипнул себя в надежде, что Силуэт окна Лишь продолжение ночного кошмара Галлюцинация Проклятого дома Ведь они не кусаются Фигура всплыла Передо мной В дымке Я услышал громкий Вскрик Оли Когда По стеклу Постучали Она пришла за нами Да хуйня вопрос Ща этот Сова гриль сделаем из неё Она такая ещё хорошая Крупненькая Вроде говорят соус вкусный Стук повторился И я отжатнулся Вглубь комнаты Словно на свете Существовало потайные углы Где я мог бы сохраниться От этой жути Тук-тук Та-там Стучали Чем-то осторожным Железным Сомерцала лампа Светильника Ярко озарила комнату И погасла Как свеча На яростном ветру Нить Накалив Накаливание лопнуло Со звоном А-а-а-а Хана Нам пизда А-а-а Нам пизда Враг снова Только Тогое ждал Хлынул Из углов И сомкнулся От всей Вселенной осталось лишь окно Снаружи Светила луна И красила все В цвет костей Извлеченных из клепа В черноте Оля Завизжала Ткнулась в мою Спину Ища защиты И тут На нас Уставился Горящий Прожорливый Огнем глаз Я как она открыла Эту занавеску-то Она ж полностью была закрыта Я сейчас Кому-то сука руку сломаю Если кто-то будет стучаться дальше в окно Нет Это не пыталась разбить окно Оно играло Стучало и стучало Сводя нас с ума Ты че сука охуела Или русских слов не понимаешь Ну все пизда тебе Будто гигантские часы Мерили отведенное нам время И маятник раскачивался над бездной Уходи Убирайся Пошла прочь Ну Оля Истошно кричала Клещами вцепилась мне в руку Подойди Я с трудом Развлечил Два огромных крыла Раскрывшейся над черным пятном Скажи я тут Пошла нахуй Скажи что я больше не буду себя плохо вести Ты это хорошо тебя ведешь Никогда А мы еще этого леща пропишем так же как этому Семену Только пусть она уйдет Пожалуйста О Вот и моргало потухло Лунный свет вдруг помер Грузил комнату во тьму Светящийся глаз скрылся Я проклотил Застрявшее в горле ком Это репейник Сглотнул Шагнул штором Завороженный Призывом Безобразного гостя Не буду, не буду, не буду, не буду Оля бормотала позади Не буду, не буду, не буду Блёкное Блёклое окно Наползало на меня В занавеску Шуршали Я подтянулся Чтобы Ототвинуть штору Чтобы посмотреть за страху И в Этот момент из растительской спальни Донесся шум Не долго думая Я рвком Отдёргал штору Никого Только за стеклом На карнизе Среди птичьих перьев Что-то поблескивало О, очки Мои очки Те, что Сорвал с меня Семён Откуда они здесь Неужели это подарок Глокочущей ночи Неужели их принесла сова Я посмотрел во двор На ту завещую поляну На зубчатый Гробовой лес Ни души Ни намёка На поздних визитёров Старый столб Одиноким часовым Дремал посреди снежной пустыни Рассохшиеся Ставни Крехтели Я отодрал Утепление И полоски Приклеенных газет С трудом открыл окно Мороз Впился Мелким Мелкими иголочками в кожу Зашевелилось От сквозняка Рисунки на стенах Я дотронулся до очков Уверенный Что они Растают в пальцах Они были настоящими Мозг искал всему объяснения Семён и его банда Разыграли меня Вот и всё Вот и В кругу света Под фонарём Блестело Гладкое снежное одеяло Если кто-то уходил Уходил у дома Собирался по трубе Подоконнику Он Он Должен был Следить Отпечатков не было Я осторожно Собрал очки Никто не Никто не Отхватил Мне кисть Не выдернув В полный тревож Много Движения Вы почему не спите ой станом были прямую по полной программе короче нам хора теперь от неожиданности я покачнулся и чуть не вывалился из окна реле шо нам до нас вот и ебалось жарко что ли типа теле то прямо хуеть не болели давно да вот именно ну я я яка душу прогоню марш спать к себе в комнату пусть у меня в комнате спит а с тобой а со мной мама выдержала паузу прожигая меня взглядом подбирала наказание соразмерная простудку но махнув рукой взяла за плечо волю и ушла бросив напоследок угрюмые базар джок даем ее я не с нескольким ударами вогнал раму обратно в пас повернул пингалет и внутрь натрудив пальцы холод ушел из комнаты но не страх вот друзьев на нос очки я изучал свое отражение оконном стекле на лицо какая-то смертная маска как у мальчика с досье объявлений а ведь этой ночью я был пределен близок к тому чтобы оказаться на его месте просто ведь между детским за танками прямо на меня смотрела черно-белое лицо внимание пропал ребенок бобурин семен ученики шестого класса 16 января утром ушел в школу и до настоящего времени его местонахожение неизвестно просто 55 на глаза серые волосы каштановые личного заслужения был отец темно-коричневого дубленка бежевый шарж черная морковая шапка сапоги аляски все кто может сообщить какую-то либо информацию понятно и волосы каштановые и это был не вова его фото висела рядом я узнал щекастую физиономию и не здоровую кожу семен фотографию бобурин распечатали и поместили под стеклом как музейный экспонат опачки а вот это вот попадос эпизод 3 дыбом волчья шерсть о мы тут волки я сам не зайца у нас есть типом щеки стоит потому что мы волки есть и все дела этот это тот который бобурин ненавидим ты чё сука на меня намекаешь спасибо мне еще скажи а то почему рил тебе и дальше я слышал он со странностями айти твою тушь и что такая резкая вспышка блин сверху за сука больно самый страшный скример в ушах звучал крик ромки которым он взбивший напутственно ударяющего семена горло тебе перережу слышишь ты думаешь что он неужели ромка грозился всерьез нагнать бывшего приятеля в чаще и и что убить просто так нет в голове не укладывается я судорожно потер стекла очков очки их сжимал в глазки семен уворачиваю уворачиваясь от затрещен своих прыжков теперь бывших а уже через несколько часов пропала пропажа лежала на мой карнизе то кто там твой душ мне опять написать сообщение немного отвлекают ребята блин так сложно представить что семён вдруг совести и вернул мячки таким странным образом шокированный я шел глазу подкатки и шепотки перед глазами все стояла фотография семен пропал семена нет его толстые пальцы не дотянулись до моего горла его отпечатка не врежется в мою скулу он больше не унизить меня и не оскорбит мне этого лежало с другой стороны разве не вправду хотелось чтобы семён стал мутным пятном двадцати объявлений чей-то сын чей-то внук над которым измывались также как надо мной хотел ли я чтобы незакимый соратник разобрался с ним так жестко я не знал ответа или боялся его и все же в школе было хорошо полина девочка со скрипкой нам было похоже на горный ручей на культезную воду которую пьешь прихватив губами цинковый ободок ведра и не может напиться что если нарисовать историю с ее участием таки герой спасает ее от ужасных чудовищ я так понимаю вот это вот сейчас был намек то что мы ее будем спасать от этих всех чудовищ едва я подумал про монстров как парочка одноклассников съехала по перилам скалясь словно инопланетяне из фильма чужие личинки боязни незамедлительно сложились внутри попытаться на глаза ромки и бяша после вчерашнего не было ни малейшего желания особенно из-за внезапного исчезновения семена а ты куда ушла а это все ну ты куда чтобы хотел поговорить о манда сидит это опять выйдя в класс я прошел последней партии тишине потому что одноклассники резко притихли во король зашел король и лев все замолчали сразу видно кто здесь авторитет езди кто здесь батя в здании их взгляды буквально пихали меня трогали исследовали я стиснул кулак и уставился на свою парту чуть ли не до потолка заваленный стопками библиотечных учебников словно это я пропал в том же снежном лесу и теперь мое место наконец сгодилось для чего-то действительно нужного впереди стоял пустой стул семена где-то в другом классе пылились точно такой же стул выкинутый вовой сесть немного помешков я сел за парту папурина куда изначально меня планировали посадить или палом одноклассники вдруг продолжить расковод будто кто-то снял с фильма паузу бабушка бабурина такой кипиш устроила когда он домой не явился сначала в школу прибежала потом ментов вызвала да 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 ну это правильно в смысле это я а может это ты катя скисцкой посмотрела на меня потом склонилась к соседке и зашептала да ёпт моё ничего не расслышать я пытался расслышать что они говорят по крайней мере и все таки так перегнулись девочки со второй парты она и с ними поделилась зашушукалась быстро закивала я ловил на себе ее взгляд взгляд ее соседки следы других девочек девочек и мальчиков каждый из них считал нужно посмотреть на меня словно они искали следы крови на моих пальцах так хотелось оправдаться закричать вы чего я не виновен ромка посмотрел как-то тяжело тревожно похоже он как и все был забит с толку пропажей семена у горошин случившимся и вдруг его взгляд уперся мне переносицу казалось он вот гнет с меня пальцем и оглушительно закричит смотрите эти очки вчера стащил бабурин они вернулись к антону убийца но молчал словно не находил в махачках ничего примечательного возможно исхожу с ума или ромка что-то знает знает и не хочет об этом говорить а может ему просто все равно эти всем прочим но тут ромка подозрительно глянул на катю как будто сообщаю что капли и не верит несколько не хотелось чтобы ромка меня поддержал таки бяша что развалился неподалеку уткнувшись парту подбородком но они молчали меня настигла пугающая мысль что эта парочка может легко меня предать столкнуть в пропасть как они же уже поступили с семеном словно в поиска защиты это более жалую линейку чтобы догадаться коломба это кто американский телесериал про детектива про детективное дело проследование убийств лост-анджелес из лост-анджелесской полиции где бессменно снимался актер питер альк типа шерлоком что ли из девяностых металлическая линейка выпала из ослабевших пальцев ее звон заставил детей встрепнуться по моему всем похрен только эти двое на меня повернулись катя осеклась и как-то боязливо съежилась заскрепили стулья одноклассники отодвигались от меня поближе к выходу учительскому месту и ягодин уловил перемена ромка и бяша тоже заметили и презрительно поморщились хорошо что они явно были за меня да прикуси о ой красавчик бабурин небось бабкой посрался издымил на в бяша красавчик респектом вообще нормальный чувак ну возможно а возможно и нет скорее всего нет если нам очки его при привезли по почте бит найдется ты не бесишь в овраге со вспоротым брюхом а ты следующий я взблотнул обратил семена на снежной подушке лицо белое как рыбье брюхо расколотый широкой трещины рта а падающие хлопья поседают на стеклянных глазах и заполняют гортани видишь словно говорил мне презрительно это все твоя вина конечно семён послужил мир своем исчезновении благодаря ему взоры одноклассников были полны трепета но было и обратная сторона медали что если мне вскоре придется заплатить за услуги дверь скрип скрипнула в класс пошла полина скрипочка наша я весь подобрался чтобы не выглядеть перед ней затравленным зверком полина нашла меня взглядом город какивнула и села за парту вот кроститутка опять о нас наговаривает катя вновь ринулась соседкам крысок угощения и зашушукала косясь то на полину то на меня по классу запрыгали записки забежала трель звонка извещаю о начале урока так заканчиваем бардак дети встаньте петров тебя это тоже касается да ладно или павловна прошла к столу а за ней в кабинет вошел милиционер при параде то что проходил недавно в нашем дом в наш дом высокий с пронизительным взглядом под которым ты гнешься как глаза здрасте здрасьте здрасьте забор трясти так чё нас там по времени идет надо будет самая сочная ставить на следующий выпуск в принципе по времени на 20 минут там тридцатка на вставку 30 конец 40 минут ролик ролик получится это будет отлично а на этот моменте мы закончим на самом интригующем моменте всем спасибо огромное спасибо огромное за просмотр ставим лайки подписку и забиваем конечно про комментарии буду очень благодарен всем и всем еще раз спасибо